Игорь, под ногами кошка, а отшат есть от нее. Так, проходите. Приводи с нами, Господи, укажи на нуждающиеся в нашей помощи, помоги нам смиряться перед Словом Твоим. Господи, благослови нас по щинам добрых помощников, наставников и советников. Имя Святое Твое до них улица через жизнь нашу. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Вот мы ходили сейчас, ездили за ягодами. Почему мы изменили? Потому что мы живые люди. Я утром сказал, вернется Анталина Александровна к девяти. Корол выгоняет с восьми. Она пошла у поступов перенимать опыт. Там Сергея Павловича. Выгляни быстренько. Открывай. Володь. Так, пошли. Собак на стол. Эй, вот купал. Купал. Собак на стол. Так, пошли. Собак на стол. Шарик. А тебя не купают, да? Шарик. Прими хлопать. Идет видеозапись. Человек интересен талантами. Таланты вообще разные. Никогда не задумывался. Смотришь, какие казахи, киргизы. Они как будто одинаковые на лицо все. Они не одинаковые. Они на русский смотрят и говорят, ну это вы одинаковые. А одинаковые люди в смерти. Вот человек начинает темнеть. Сереть. То есть кровь подходит, и кто думает. И это же самое у черных. Негрый. Черный, как чугунок. Он начинает блинеть, сереть. И почти такой же, как белый. Который белокожий человек. То есть человеку уравнивается смерть. Вот мы намечали на девять. Что она пошла в гости, кого выгнала. Чтобы узнать, где пасти. Ее там сын будет пасти. К девяти договорились, что она вернется. И на машину. Кто может? Маленький может быть. Сергей договорились. Я думал, Газели. Потом выгонять некому. Сергея не доверяет. Все мешается здесь. Поехал по деревне, никого нет. Деревня пустая. Машин нет. Ага. За ягодами уехали. Они нас боятся. Боятся нас как саранчи. Где прошел лагерь. А раньше лагерь. Представь, 70 человек. А в деревне всего 30. А тут сразу не сонные. Они начинают малину собирать. Они пришли и ни одной ягодки не найдут. Все подныли. Саранча. Муравьи. Когда нападают где-то, ничего нельзя сделать. Бегут в страхе все. Животные и люди. Ну это образно. Лагерь не такой. Вот видишь, батюшка посмотрел там дорогу. Вот бы с той стороны убрали. Пусть деревенская здесь. Я мигом на той стороне. Мне сразу вспоминается в огоньке. Рассказ был. Корреспондент берет интервью у казаков. Не казахи, а казаки. Русские люди которые. Спросил как же. Вот все. Вас можно сфотографировать? Можем. Муж стоит там. Парфеня звать. Ульяна. Подготовься. Она мигом. Женщина подскочила. Ульяна. В свое место знаешь. Она мигом раз налево. Он мне объяснил. Слева шашка и жинка. Махнул я противника порубить. Она знает. Она только спросила. А можно я надену вязанку. То есть вязаная кофта у нее. Чтобы хорошо выглядеть. Это показан образец. Ну у них были где-то. Люди собрались. Жена прислуживает. И никто не услышал ее голоса. Ее не знают. Голоса не слышали. Лев Толстой пишет рассказ Ильяс. Он был богатый. Разные напасти. Как у Ева. Всего лишился. А теперь он уже бедный. И прислуживает у богатого. Его. А хозяин. А огремело его имя по всей окрестности. А хозяин и говорит гостям. А вы видели. Который сейчас заходил. Слуга. Да. Это тот Ильяс. А поговорить можно? Он говорит. Можно. А его. Который сейчас служанка. Это жена его. Она заходит. Поклонилась. Тарелку поставила. Щашку поставила. И вышла. Чтобы ее сзади даже не видели. Это обычное. Лев Толстой. Отлично. Это все знал. Ну и спрашивает. Как ты живешь? Он и так. Ну вот теперь ты видишь. Мы богатые люди. Съезжаемся. Ты был богаче всех нас. Небось завидно? Он говорит. Нисколько. И знаете. Как трудно было. Овечка где-то ягнется. Я туда еду. На коне. Как там эти. Которые работники работают. Как они смотрят. Не пропадают ли. Как охраняют. Кто-то не так сделал. Где-то поругался. У меня столько заботы было. Помолиться Аллаху некогда. А сейчас. Я все знаю. Выполнил. Хозяин доволен. Хозяин говорит. Ой хозяин. Я ему все доверяю. Он говорит. Меня и не надо хозяина где-то. Да. И я благодарю Бога. Теперь время есть. Да это и жена. Шумшимаги там называют. Шамшимаги. И она подтвердит это Шамшимаги. И она кивнула головой и отошла. Я считаю. Это другой веры люди. Я жил среди них. Видел. Я попросился зайти в кибитку. Большой дом. Такой круглый. Конусом. И как они там. Ну посмотрел. Как каркас построен. Я давай разрисовать. А кибит здоровый такой. А вам это не сделать. Я говорю. Почему? Тут можно сделать ее уже. Можно шире. Видишь как они. Как вот коробочка складывается. Так и это. Я понял. Не сделать. И даже питаться не стал. Он кибитку ставит где угодно. Дом не поставишь. Кибитка. Паста еще кончилась. Он это отгоняет на 20 километров. И опять где-то ставит. То есть всему надо учиться. Как люди живут. Как видят. Я гляжу у нас мало. А русские люди этого знают. Вот сегодня самое простое. Взяли с собой воды. То есть мы изменили. Не в 9. Раз их нету я срочно переменил. Графикой. Сергей. Отвезешь. Отвезу. Быстренько. Так ты везешь. Вот это. Забираешь это. Воду. Ведра. 10 ведер. 7 кружек. Маленьких посадил. Сергей тоже видел. Погонулся. Виталия нет. А где Виталий? Виталия возьмите. Виталия возьмите. Ты видел он пошел. Почему с ней не пошел. Это мне вот сюда ложиться. Плохой руководитель. Я руководитель. Я могу отойти. У вас вот так вот начнется сразу. Вы еще не понимаете. Что значит остаться без направляющей. Созидающей. Руководящей роли партии. Я выехал в город или куда-то. Надежда Васильевна старшая в лагере. Она пошла. Та же как мы она знает. На разъезд. Где мы дальше разъезд здесь. И покупали молоко. Она купила и идет обратно. Все. Сделала все так же. А за крадером не так. Она не смотрит. Там с ней пошло 16 человек. А вернулось только 14. Она двоих вообще даже не заметила. А те люди появляются. Потеряются. И спрашивают. Скажите. Вы наши велосипеды когда нам отдадите? Какие велосипеды? Ну вы за молоком приходили. А тут двое ребят наши велосипеды углыли. Она первый раз слышит. Это руководитель. Они их пригнали. И там спрятала их в кустах. И катается она руководитель. Она не видит и не знает. Сказать нельзя. Она женщина. Ну ладно. У нее маленько. Хоть вера есть. Да как так? Ребята, а кто брал? Ну там один. А это Витька с Ванькой взяли. А где они? Да там в Крапиве. В первую очередь. Грех. Позор. А что ты тогда гордебащилась-то? Ну руководить это просто. Нет, не просто. Не просто. Понимаете? Гитлер был одним из самых умных людей. Из праха потял страну. Но не понимал. Как можно руководить, как в Америке. Можно руководить людьми без концлагерей. Без казни. Как Рузер в такой страной управлять? Сталин он понимал. Сталин никому не верил. Только он ему Гитлеру верил. Все они пишут. Он сказал не нападет, не нападет. Уже бомбят, уже сутки война идет. Да это провокация. Не может быть. Он Адольфу Гитлеру так и верил. Ни маршалом своим, ни советникам, ни Молотом. Никому не верил. Мы кому верим. Бог заложил в нас совесть. Совесть подсказывает. Человеку надо все время работать над собой. А не так, куда вылезать. Вот русский, а бось и небось. Русский человек от других наций отличается. А бось и небось. Вот сейчас беседует одна Татьяна. И назвали Татьяна. Она такая черная-черная. Даже не знаю, как показать. Ну, если образно сказать. Пример, вот такое лесо у нее. И она беседует с Дмитрием Смирновым. А где она? Она работала, не работала, а ребенок руководства в Эфиопии. А там мать мятеж. И они сразу вырезают всех. А ее успели перейти в советское посольство. Они туда привезли. Она тут воспиталась. По-русски блестяще разговаривает. И она удивляется, какой русский народ. А бось и небось на каждом шагу. Ни с места не изменится, пока над ним шашка не блеснет. Дальше будет работать. Опять бросил, опять. Она видела, она выросла. Здесь многое значит, чего мы не знаем. Зачем? Надо все это знать и брать лучше от всех. Вот мы приехали туда. Простое дело, вода. Я не знаю, сколько воды. Я знаю, должно быть воздержание. Мы не работаем. Мы сильно не потеем. Не такой жаркий день. Мы утром рано. Там были только до 12. Наливай эту кружку. А снова не надо. Еще леново. Нельзя этого делать. А она дальше. Давай, давай. Мне пришлось руку ее просовывать. Вырвать и вылить воду. Работай над собой. Лишние 30 кг сбросить. Это не вера никакая. Мы же не на свинарнике. Кажется, оттуда тебя еще в жертву хотят привести. Ты должна учиться и учиться сегодня здесь. А у тебя сразу помощник здесь. Давай еще нальем. Тебе это не надо. 86% в человеке влаги, воды. 86% в человеке вонючей воды. Вы понимаете, что это означает? Человек почти весь водянистый. Остальное там из костей еще-то где-то как-то. Поэтому нажимай на то, чтобы смирить. Смиряй и порабощай тело мое. Мы спасены, сектанты, баптисты все. Спасены. А я уверовал в Христа. Верующий в Сына Божий, имей жизнь вечную. И все. А куда ты эти места денешь? Павел говорит, я смиряю и порабощаю тело мое. Тело вот это. Смиряю и порабощаю. Дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. То есть это так легко. Как ты его смиряешь? Спишь сколько хочешь. Ешь сколько хочешь. Пьешь сколько хочешь. Болтаешь сколько хочешь. Где оно смирение? Это фальшивое христианство. Под фальшивое христианство сегодня 90% с первого взмаха влетят туда. Они себе ни в чем не отказывают. Вот тебе и печать. Вот тебе и 666 налог. Не купить, не продать. Понимаете как? Всего ничего. А вода. Тебе ты нуждаешься. Ну а куда девать ее? Мы же обратно повезем. Святые никогда так не рассуждали. Обратно значит обратно. А можно и обратно там полить, чтобы ягоды росли. Мы едем от дома всего 4 километра. А здесь даже 3 километра всего. И у нас уже напряженка возникает. Я могу легко отойти в сторону. Вы не успеете велосипеды вытаскивать из карпивы. У вас между собой будет такое, о чем вы даже не подозреваете. Твердая рука правителя отошла. Такую и державу развалили. Понимаете как? И люди все. Сталин был бы этого не было. Никакой Чечни бы не было. Таскует по Сталину. А почему не было? Да потому что всю страну превратили в тюрьму, в ГУЛАГ. А как? Верую. Добровольно, чтобы люди согласились на это. Вы хотите спать сколько ребенка? Не давай, а то он и в школу не пойдет. А зачем? Пасти он не пойдет. Он будет только одно дай. Родители нужны только для того, чтобы дать накормить. Ну и мусор разный покупать в виде игрушек. А потом, чтобы исчезли до следующего завтрака. Где вы видите, это такая логика. А зачем они родители нужны? У нас были такие. Они все время убегали. Родители идут, они перед нами как бессинята. Все. Чем кончилось? Ничем. В дурдом один за другим пошли. Проверки совершенно ненормальные. Один начал деньги фальшивые делать. Это люди, которые у нас были здесь. Они в один день не скатились туда. До этого вела дорожка где-то. Это казалось, дядя Игнатий сказал, не надо. Этого можно без этого обойтись. Теперь ни поста, ни молитвы. Ничего нет. В церкви приходят. Он вырос, здоровый парень. Я готовлюсь только умереть. Умереть. Все на учете стоят в дурдоме. Мир понимает, это не люди. Это мангурты выращены. В верующей семье. Они были у нас здесь. Приходили. Хотя жили в городе. Нам это надо? Сказал никаких вопросов. Почему? Это сто раз обдумано. Бег вместе. Вот думаю, сейчас ты делился Илья с кем-то. Сдачи дает. Какой я? Лёва. 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 Лёва умеет сдавать сдачи. Он стоит за себя и за меня. И за ближнего друга. Я его так воспитываю, воспитываю. Я маленько пришел, посидел где-то. Чуть маленько где-то он уже тарасил в бок. Сразу прям на глазах людей. Это что такое? Мы куда приехали-то? Я тебе руки свяжу. Со связанными руками будешь ходить. Со связанными руками ложку будешь в руки брать. Если ты будешь бить человека. Зачем ты его толкал? Здесь что-то. Маленько игрушку тут. Тарасий стоит здесь. Он пошел сразу раз. Про дорогу. Это я видел. Сидел здесь вот сейчас. Так. Я вас спрашиваю. Зачем ты его вот так сделал? Я не знаю. Подойди сюда. С тобой разговариваю. Объясни, с чем он тебе не угодил, Тарасий? Что ты его кулаком ткнул? Он стукнул. Он говорит, меня стукнул. Да никого не стукнул. Вот стоял, стоял. Он в стороне совершенно стоял. Когда он стукнул-то? Стукнул, я этого не знаю, на улице. Может быть и стукнул. Тарасий это тоже не пряник. Ты поджидал его здесь и стукнуть его, когда он кладет игрушки. Да какие же вы верующие-то? Где-то он стукнул. Да в одной щекой подставь вторую щеку. Он тебя стукнул. Может быть и стукнул. И что теперь? А ты, простил, сказал Тарасий. Мне больно. По-детски просто. Ты больше меня не бей. Ну простые слова. Понимаете как? Я удивляюсь Сергею Павловичу. Такой талант. Все собаки дальше. Сейчас выхожу. Ты мне это сделаешь. Машина стоит здесь. Ты сам идешь. Берешь троих. Идет они. Друг на друга лают. И один не лает. Я боюсь одного с другим рядом быть. Они заедают. Никаких. Они строго у него. Он их... И они... Дверку только сзади там открыл. С багажника. Они мигом туда. Он дверкой хлопнул. За рулем поехал. Приходит. Сейчас селись купал мокрое. Да мне бы на день не хватило это. Я не знаю. За 15. Чего смеешься-то? Ну это ты идеал. У меня даже нужды нет. Собаки. Шесть собак. Шесть. Разные породы. Все лежат вот так на боку. Ноги вытянули. И кот лежит. Ноги вытянул. И сам лежит. Ноги вытянул. Батюшка посмотрел. Так они живые или не живые? Живые. Я с собаками занимался там, где он... Говорит. Дня не занимался. Уголовный розыск. Лучшая собака моя была. Другая на самолете улетела в Казахстан. Но я этого сделать не могу. И я сразу вижу, что он лестировавший намного выше. Может, с собакой нет. Но у него в этой стадии. У нас с собакой высшее образование было. И поэтому я к нему лезьте. Бывает иногда скажу что-то где-то. Он с собаками разобрался. А я с вами не могу разобраться. А он меня стукнул. Но ты простить его не мог? Зачем ему напоминать кулаком-то здесь? Ты понимаешь, нет? Вот у нас живут люди здесь. В конце вот это... Моя сестра за ним, Владимир. Их... Я сейчас не знаю сколько... Восемь сыновей, кажется, и две дочери. Один из них попадает в связь с нас. Вы знаете, как там их учат. Он все знает. Все приемы. И его теперь... Его группа ребят берут везде. А теперь в магазинах стоят... Раньше была другая цена. Полтинник дай. Контрибуции снимают. Ему надо купить что-то. Никто не знает. Отец... Живут они в Искитиме. 60 километров от Новосибирска. Молятся. А в стороне стоит человек. На руках у него газета. Но во время драки тебе некогда смотреть. Он смотрит рядом, ногой, другого, локтем. Все. Этот мимо проходит еще. И когда проходил мимо, бросился. И газета его ударил. А там вот такой кинжал. Сразу мгновенно попал в сердце. Он уже не первый раз уголовник. Миши нету. Отец возвращается. Ему говорят. Мишу зарезали. Сильно. В морге лежит. Эх, Миша, Миша. Я ж тебя в храм звал. А у него... Вот одна... Какая там... Женщина там убивалась. У него видно, что у него там что-то было с ней. А того посадили. Десять лет он горнулся уже опять. Третьего человека убил. Ты бери это к себе. Другой у него Ваня. Сын его же. Александра Ивановича Устинова. Ваня. Тюхтя. Осталось. Сделается священником. Сейчас протеерея. Его уважают. Все. Третьего. А тот лежит у него в могиле. Миша. Так на него... А он перед этим... За неделю ко мне приезжал. В моей кровати еще лежал. У нас хорошее отношение было. И я приезжаю по горящему следу. И у всех беру интервью. Кто его знал. Где он ночевал. Где был. Это плетка где-то гуляет. Она размножена была. Смерть называлась. Что святые говорили. Мы ходим рядом со смертью. Ты можешь многое не признавать. Многих можешь ты не запускать к себе. Но этот проповедник. Самый старый. Смерть называется. Она без стука войдет в Кремль. Она войдет там где охраняют президентов. Она не будет спрашивать. Она в свое время придет. И к тебе она придет. И ко мне. Тебе надо чтоб рот только развернул. Это все? Ну был такой генерал. Самый молодой у Сталина. Черняховский. Генерал армии. Взрыв. Сиденье бронированное. Пробивает сиденье его. И в спину. Осколок. И он уже все. А это все. Все. Конец. А про него пишут. Какой он смелый. Какой стильный. Красивый. Все. Это где-то в Латвии было или еще. Все. А Сталину сказали. Сталин сильно любил его. А Сталин в это время в театре был. Ему сказали. Пока сказали он уже мертвый был. Это вся наша жизнь. Я беру разные примеры показать. Насколько неожиданно. Насколько страшно. И вы сейчас были. Я еще пить хочу. Воздержись. В аду намного страшнее. На палец. А мочи перед конец перста. Там где-то. И чтобы через эту пропасть. На язык. Пока несешь то. Ничего не останется. Нам не переходят сюда. Ни туда ни обратно. Все. Вы маленько это воображение-то разверните. Ну нельзя так вот. Самое простенькое. Вы не можете правильно сделать. А как сделать? Ну никак. За шиворот выбросило. А ты поговори. Посмотри. Скотина и та требует рассмотрения. А чем она виновата? Кошка. Ничем. Она пришла на свои рубежи. Тут она была. Спала. Мы ее не запускаем. Тут все понятно. Это. А она могла. Она зашипела. Разве это ответ? И тогда можно смирить. С тиграми находят. Ничего не знаю. Все. Я не мимо это пропускаю. В этой области надо трудиться. Трудиться. Над собой трудиться. Там мы были. Все. Становись на место. Никогда кулаками не надо. Обязательно найдется человек, который с газеткой ходит. Давай. У меня вопрос. Как тогда должен тебя мальчик защищать? Меня. Там. Свою жену. Свою сестру. Если он не должен сдавать сдачу. Если идет конфликт. Что он должен? Подставить другую щеку свою? Я говорил. По Евангелию. Я понимаю. А как должен тогда мужчина себя вести достойно? Да нету там вопрос. Мужчина или нету. Такой вопрос Христос не ставит. Что женщина должна сарапать мужчину. Должна схватиться за что-то. Два мужчины дерутся. Но она не может никак. И она схватила его за сраной ут. В шаны залезла. Там ответ один. Драка закончилась. Женщина за руку туда. И сразу руку ей отрубить. Все кончилось. Она пожалеет. Тысячу раз пожалеет. С одной рукой теперь она. С другой рукой она уже не полезет. Все высказано. Там не так что. А я вот хочу. Руку отрубите ей. Я ей говорю по Священному Писанию. Ну девушка. Твоя философия есть. И ты за ней не смотрела. Или где-то нас познакомилась где-то. У нас были такие. Уехали в другое государство. Ну она ходит и уходит где-то. И наконец-то отец узнает, что она в положении. А как же так? Он говорит, чуть не умер. Это мне пишут. Он чуть не умер от страха. Ну вот так решили. Вот теперь. Ну ладно парень-то женился на ней. Но таким указом больше он не имеет права развестись ни по какой причине. А если это так случилось. Она кричала. Никого не было. Написано. Кричала. Он виновен в смерти. Она невиновна. А если она по согласию привезти к дому отца. В брачную ночь оказалось, что она не девица. Привезти к дому и убить. Это заповедь. А если дочь священника? К дому привезти и жить живьем. Жестокий закон. Святая Библия говорит. Ко мне вопросов здесь нету. А почему? Златоуз говорит. Потому строже со священнической дочерью. Она в таком доме была, где Слово Божие звучало. Где моления были. Где дым ладаной не погасал. Тебе что доказывать? А что он должен как отвечать? А как отвечать? Я иду на меня шесть человек. Ну какой я из тебя? Шесть человек. Все бандиты. И все с ножами. Я что могу сделать? Я ничего не могу. Я могу только плакать. Молиться там. Попросить возможности. Помолиться. Святые все так делают. И вдруг один из самых подошел. О! Да вы как это? А где он? Так, давай проводите его. Вы знаете, он нас спас тогда-то. Не ожидал эту помощь? Не ожидал. И меня до дома проводят как доктор Гааза. Вот когда у тебя так будет. Тогда ты скажешь. Бог везде. И он дает. На моих глазах убивают людей. Я был в лагере смерти. Так назову. Но меня ни разу нигде пальцем никто не тронул. Я с одним говорю Жене. Он там не забыл. Ограбляли людей. Теперь я вернусь. У меня там много еще есть припрятанных. Ну а сам по себе-то сирота вырос хороший. Я сейчас разговаривал. Утром приходит. Говорит Женя. Почему? А Аман убил его. Палки по голове. А сам прикинулся сумасшедшим. Под кровать залез и все. Это жизнь. Один за другим исчезает. Я остаюсь живой. Их начинает убивать. А этот говорит. Знаешь, отец, иди там в красный уголок. Иди читай журналы. Ко мне подходит боксер. Мастер. Едва прошептал. Настя, разреши становиться рядом с вами. Убивают. Ты ничего не сделаешь. Чем они бьют, я не знаю. У него как боксерская такая. Перчатка большая. Только треск стоит. Клеск ногами. Одного. Другого. Ногами прыгает на хребет. Тебя подло кто звал сюда? Ты делать будешь то, что тебе сказали. Да зачем этого ждать? Вокруг меня стража. Бог выстроил. И от кого? От КГБ, которая меня посадила. Они мне поставили какой-то знак меня не трогать. Приезжает майор из города Джамбула. Жорнотаз где я служил. И сказал мне передали. И сказал этого человека пальцем не трогать. С них строго взыскивали. Я благодарю Бога. Я отвечаю на ваш вопрос. Я занимался много боксом, стрельбой. И я знал как отомстить и сделать. Но Бог меня спас. Говорит ты страдать будешь. Тебя убивать будут. Павел саму когда гнал. А теперь говорит и сколько тебе надо претерпеть. Я прошел этот путь. Мне Бог дал это испытать. Я могу говорить открыто. Ничего не надо. Ничего не надо. У меня священник знакомый. Син у него. Он говорит я его отдал в школу. Разным приемом. Ледо, самообороны, борьба без правил где-то. Я и говорю отец Павел. Зачем это? Он должен за себя. Сам-то богатырь какой он. Знаешь как он и говорил. Он его учит. Большой мотоцикл. Два колеса. Сажает. Толкнул его. Езжай. Стоит и ждет. Учит. Он едет неправильно. Поворот канавка. Падает. Мотоцикл на него. Ноги долой. Переломы. Он стоит и его ждет. Да зачем ждет одного? Он на ровной дороге где-то как-то с велосипеда там на мопед. Постепенно можно было там. Толкнул и езжай. Он в канаве лежит задавленный. Понимаешь? Я на каждый случай знаю примеры из моей жизни. Я не сидел в углу. Сегодня вы дали хороший пример. На пути не попадайся. Задавлю. Это мне как вы говорите. Прошу переменить тактику. Вы приехали сюда, чтобы стать другими. Вы приехали с развалин. С семейной жизни. Да и всего остального. Какая ваша специальность. То есть ничего нет христианского. Здесь ты всему можешь научиться. У меня образование хватает где-то. А я всю жизнь работаю на стройке. Горбом своим. Я три грыжи только здесь заработал. Так я мог бы. Мог бы. Если бы я уступил перед властями. Но я нигде не уступил ни разу. Я знаю о чем говорю. Поэтому прости его. Но у нас бывают такие видеорусы. Мы их сводим вместе. И играют вместе. Прости его. И он кланяется перед всеми. Тарасий, ты его убил кулаком? Нет. Выйди сюда. Я его не использую. Так. Можете ли верить ему? В каком месте он тебя ударил? Где? Покажи. Я его уже не помню. Подожди. Я вас прошу. Покажи. Где вы стояли? Он тебя ударил. В каком? Где вы были? Вы почти одинаково. Ты где? На улице был или здесь? Тут. А? Здесь, говорит. Здесь. А что делали? За чем тебя ударил-то? Не знаю. Давай. У них давно уже начался конфликт. Конфликт у них ведет. Конфликт? Да. Они там между собой начинают что-то спорить. Выяснять. Понимаете. Сколько лет тебе? Мне 7. Тебе? 12. Сколько? 12. Двенадцать. Двенадцать. Возраст разные. Выявляют отношения, конфликт, христианская среда. Вы с чем толкуете? А вот я тоже хочу рассказать. Когда это было? В какое время? Ну, в течении вот этой вот недели. В течении этой недели. После этого конфликта я заходил сюда. Как Тараси приехал, так у них началось. У них началось. А то есть ягод? Нет. Как Тараси сюда приехал. Ну. Вот так мама говорит. Ну, мне-то почему не сказали? Вы ждете, когда что, глаза друг другу выколупают или еще? Ну, я захожу каждый день с утра до вечера иногда. Ну, сказала бы, я бы разобрался с ними, а этого не было. Нет, он, конфликт был. Почему? Он совершенно конфликтный, что с ним разговаривать нельзя. Нет, конечно. Ну, нехорошо. Люди посмотрят и скажут, да какие живы христиане? Первый кто ударил? А почему он ударил первый? Ты его ударил? А? Я его толкнул немного. Не бил, не бил. Не бил. А зачем ты его толкнул? Он рушил мой домик. Нет. Рушил мой домик. Рушил мой домик. Рушил. Ну, что ты говоришь, нет? Я захотел сделать тебе замечание. У нас называется так вот. И допрашиваешь, он его руками схватится за это место, чтобы только вы не наказали. Вы оба еще не уехали. Ты можешь попросить у него прощения? Я от вас ничего не хочу только, чтобы жить мирно. У нас так мало. Мы все верующие. У нас так хорошо. Надо дружно говорить, ребята. Подожди. Можешь попросить прощения у него? Попроси. Прости. Прости. Вот так. Я обращаюсь конкретно к человеку. Смиряю себя. Прокол за проколом пошли. Прямо чередую. Там не ладно, здесь не ладно. Разговоры. И у вас за разговоры будет и там за столом, и на кухне недовольство будет выплескиваться. Язык – это лопата, которая выбрасывает из ямы все, что не помещается туда. Вот как определяется в этой отце. Вы обязательно будете сидеть и судить. Да нет, мы нет. Не надо обманывать. Тебе захочется поделиться. Я даже знаю, какими словами вы будете говорить. У меня опыт не два дня. Сорок пять лет я с детьми, с детьми родители. В этих конфликтах я их потушил не стоя и не двести. Не надо. В первую очередь за глаза, а потом вы же жили совсем-совсем бесконтрольно. Если бы было под контролем христианским, мы бы показали, вот у нас такой-то наставник, он в стороннем написано, избери себе наставника, строже которого нет во вселенной. Строже которого нет во вселенной. Но этого нет. Лишь бы пригладили. Он священник или там, а вот целует тебя в головку, все хорошо, молодец, ты пошла. Ничего нету там. Он должен строго тебя держать в рамках. Посты нарушали? Да, нарушали. Стоите там, а ему и нету, муж ушел. Ну и дальше по порядку, целая череда идет нарушений перед Богом. Евангелие считало бы хотя бы сейчас в день? Нет. Слова Божие нет. Молитва каждый день в среде дня была себе кратная? Можешь не спрашивать. Иначе этого бы не было. И поэтому здесь мы всему это могли бы научиться. Могли бы. Я говорю, оно есть, а я не буду. Я могу все время полную порцию брать. У меня желудок не болит. А я все время второе редко возьму это. Где-то. Оставить. Пусть там. Так это выбрасывать придется. Лучший вариант выбросить, нежели лишнее налешать на себя в виде жира. Аминь. Очень много говорят. Выкатились от жира глаза их, а не на выпучку. Дальше. Без страха уточняют себя. То есть страх они уточняют. У нас тут есть люди такие, которые в деревне. Я никогда не думал, что люди верующие у нас тут будут такие. Но они есть. Столько излишнего веса. И они все время болеют. Потому что на каждую клетку тела сердце должно скачать кровь. Там помпа должна быть стоять. Железная. А когда мало, то кожа костяная как раз. Говорят, они какие? Тонкие, звонкие и прозрачные. Вот такие должны быть. Мы съездили и набрали ягод. Если Господь благословит, то перебрать. Кто набрал одну только кружку? Одну ягод. Одну, да? Одну с половиной. Полторы. Полторы. Две кто набрал? Две. Дальше нету. Три. 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 Три кружки. Кто брал у него? А вы объявили, что дальше мне, что семь. Нет. Это вот у него. Да ладно. Три. А вы проверяли. Который говорит, там семь. Я посмотрел, там зеленый. Как будто рукой только ягод. Я у него минусовал эти зеленые. Получилось у него пять. Пять. Сбросили. Дальше. Я посмотрел зелень. Вот такие маленькие ягодки зеленые лежат. Их надо перебрать. Больше двух. Перебрали. Я перебрал. Перебрать надо. Если в молоко попадет, что там зелень-то человек будет. Четыре кто взял? Так. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Четыре. Больше никто? Пять. Пять. Ну, это мне трудно поверить в это. Трудно поверить, что он больше взял. Нет. Он мне. Проверить. Они же позже подошли. А? Они же позже подошли. А шесть кто? Значит. Шесть. Еще кто? Семь. Так. Ты кому высыпала их? Мне высыпала. Семь? Нестра. Мне тоже. Ну, не все мне. Одну она кому? Вам, Владимир Владимирович. Кружка должна быть бугорком. Да, да. Я всем даю. Восемь. Никого не девять. Десять. Вот эти внимательно. Какой промежуток? Гляньте, пожалуйста. Поверните голову. Гляньте, пожалуйста. А почему? Почему было не подойти, которые полторы крошки, и не подойти, и не посмотреть, как она берет. Она такая же, две руки и две ноги. Она наклоняется, и она по сторонам не смотрит. И она двумя руками. У нее красные-красные ягоды. У меня хуже. Я посмотрел, и я хуже беру, чем она. И все, куча теперь. Ей, значит, больше ягод дать. Если будет что-то варенье, варить, сварить, помочь, тем более, там больные. Посуду дать, сахару я дам, у меня сахар есть. Так, ты помоги бросать. А обработать где-то, хотя бы трехлитровую банку увезешь из ягод. Там все будут рады. Так, понятно? Это разбор нашего того. Вчера Марина тоже заметила, что на молитве Нестор что-то сделал. Расскажи. Дули показывал. На молитве, говорит, Дули показывал. Иди сюда. О чем они говорят? Присни. Вчера на молитве, ну... Ну не надо, все, поехал. Вчера вечером. Просто отвечай. На молитве мы стояли и молились. Я думал о том, что вы говорили, что в древности люди молились одним перстом. Ну да. Потом, когда я подумал, если уже палец, у меня случайно получилось... А он кому-то дурю показывал. А Сашка, ты что делаешь? Он сразу... Старопрешился. Он сразу знамя выбросил вперед. И здесь же пальцы многое может показать. И два, и три. Нам молить это не надо было показывать. Я сказал так молились. Мы так не молимся. У нас принято два перста или три какты на уши. У нас полная свобода. Ну, крепко прижать. Иди. Не надо это делать. Еще какие замечания были? Он что, Тарасик показывал, а Тарасик вроде как... Ребята, не надо это еще раз говорить. Не надо. Просто не надо. Наше время быстро улетает и нас здесь не будет. И что мы будем вспоминать тогда? Я вам говорю то, что самое ценное для вас сейчас. Не оговариваться. Не оговариваться. Вы сегодня уже со мной и раза три оговаривались. Я давить не буду вас. Вы сами поймете, что это не надо. А почему? Сказали, сделайте и все. Вы знаете, как это дорого. Шла война. И девчонка одна, я не знаю какой возраст ее, ну возьмем агнию. Попала в плен. А военачальник, которому она попала, там прислуживает проказа, лепра, неизвечимая болезнь. Ну, хозяйка с ней говорит, вот хороший наш, мой муж говорит. Ну, она говорит, а в Израиле есть человек, который может избавить от этой проказы. Ну, так она неизвечимая болезнь. Бог делает. И она стала говорить. А кто? И она тогда мужу рассказала, и муж туда поехал, набрал даров разных. Ну, он думал, как? Он рассказал, я думал, он выйдет, сейчас помолится надо мной, руки положит на меня, и проказа сойдет. А он говорит, поедешь домой, там обкупнися семь раз. Он огревался. А что наша река хуже? У нас там течет Днепр. Почему я должен тут в Вологе купать это? А слуги говорят, если бы он требовал что-то трудное, копать ямы там, ты бы сделал, сделал. А тут обкупнись. А так, слуги стоят рядом, он раздевается, в воду лезет. Я не знаю, были ли у них тогда трусы и майки, но в воду лезет. Один раз, два, конечно, у него кошки на душе перед слугами, перед военным человек, маршалом. Два, три, четыре, пять, шесть, ну ничего нету. Ну еще раз, ну сколько же можно-то? И каждый раз окупнуйся, надо вылезти, наверное, как в последний раз тело обновилось, как у младенца. И Господь сошлется на этот пример Нейман. Во всем Израиле сколько было прокаженных, но Бог дал исцеление только язычнику. И он вернулся с дарами. С дарами? А он не взял дары. А показал, какие одежды тогда драгоценные были. А у него был слуга Диези, у Елисея, пророка-то. И когда они поехали, сидит там старик-то, Елисей-то не знает, он за ними добежал и говорит, минутку, там пришли к нам издалека гости, там тоже свои монахи-то. Вот им бы эту одежду отдать-то. Да пожалуйста, пожалуйста. Он взял, зарыл, спрятал, знаете как, вернулся. Геези, а где ты был? Да нигде я не был, я тут только так в огороде, тут маленько с крапивой боролся. Геези, а разве я с тобой не был где-то сейчас? Он все видит, сидит, у него аппаратура работает хорошо. Геези, с сегодняшнего дня проказа Неймана будет на тебе и на всем потомстве твоем. И сейчас они все еще рождаются, 2700 лет идет, 2700 лет рождаются прокаженные. И каждый проклинает Его Геези этого, это обязательно. И никуда не деться нельзя. Ну Великой Илья сказал тебе не делать этого. Все кончилось. Трудное, Илья, говорю, нетрудное. А почему вам жалко воды? Это ваши слова? Да. А Шариков, это что, жалко водки? Жалко. Барбинтарь говорит, глупости говорит Шариков. Это не мое Филиппа Филипповича. Те же самые слова, только про воду. Шариков говорит, не надо этого говорить. Не надо. Глупости говорите. Мне не жалко воды. Пейте хоть весь колодец. Но в данный момент именно так надо сделать было. А почему не спрашивать? Вы не умерли. Все целые, здоровые. Вы вмешались в мою работу над вашей душой. И я больше этого не буду говорить. Поверю, куда я вам? Пятилитровую буду говорить. Возьмите специально. Пятилитровую банку. Пусть она пьет. Больше я к тебе не прикасаюсь. Но ты увидишь, что вода в круг не пойдет. Все понятно? Ты что, поняла, что я тебя не люблю или что? По-другому? Что ты это докажешь? У тебя опыт работы с людьми такими, как ты? Нет. Ничего этого нет. Доверься. Не так и много. Перетерпи. Потом все будешь слагать одно к одному. И так сказал, и вспоминать будешь. Трудно или отпросил? Нетрудно. Чтобы эта диезиова проказа на нас не была. Богу слава. А я тебя попрошу на собачьих взять, предупредить. Чтобы заснять, как поедешь и как искупаешь. Это опыт. Потрясающий опыт. Это опыт. Потрясающий опыт. Берешь. Держи. Не знаю. Вау. Часноку дайте. Держи. Держи у меня они, да? Свет. Представь. А вот это вот и есть. Ешь тут. И все. Субтитры сделал DimaTorzok